Братья и сестры, у нас сейчас второй докладчик Ирей Константин Карипанов с докладом «Современные вызовы и евхаристическое общение». Отец Константин, мы почтительно просим вас выступить с докладом перед нашей аудиторией. Хорошо. Здравствуйте всем. Я начну свой доклад с того, чем закончилось. Очень много отец Игорь совершенно справедливо говорил о служении. Действительно, это принципиальное требование, принципиальное условие для жизни и любого человека в церкви – это осуществление своей жизни как служение. Об этом говорят все. Именно так трактуется евхаристический отрывок из Евангелия от Иоанна об умовении ног, что действительно все мы так должны служить. Но проблема служения, она часто, скажем так, попадает в русло организационное. И это служение организуется. И когда служение организуется, то в связи с этим служением, то есть с такой организацией служения, выпадает очень другой важнейший вопрос для жизни человека в церкви. Ведь исполнять свое служение человек должен по воле Божьей. Как говорит апостол Павел, нас всех Господь сотворил на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. И вот это вот служение, оно может осуществляться даже по преимуществу за пределами общины. Оно не всегда реализуется в рамках общины. Оно может быть за пределами. А часто, ну так как показывает мой опыт знакомства с приходской жизнью, вот эти вот организуемые общины, это не волнует. Ну скажем ситуация, женщина пришла в церковь, она действительно хочет влиться в общину, но у нее дома муж, он не верует. Вот, в связи с тем, что он не верующий, то в принципе и дети не веруют. То есть они, конечно, не отрицают Бога и даже иногда приходят в храм, но они не веруют. Поэтому, естественно, скажем, основная интонация ее христианского служения – переносить семью. Она должна быть в семье, потому что этого требуют муж и дети. Естественно, ее присутствие в общине, скажем, на каком-то деле, на каком-то даже частом авкористическом собрании, потому что это всегда воскресенье, на каком-то, скажем, праздновании, оно ограничено. Но это не учитывается, не принимается во внимание, потому что от нее именно требуется служение внутри общины. Но Бог-то ей повелел слушаться мужа и служить мужу – это прямая правительство Божьей. И это заповедь определяет все ее поведение и должно определять все ее поведение. Служение мужа, воспринимание, скажем, обязанностей, которые вот она должна исполнять как мать и как жена, для нее и будет осуществление воли Божьей. Это и будет для нее самое главное. Или, скажем, например, у какой-нибудь человека, женщины, мужчины, дома больная мать. Вот у меня есть такой человек, реально она приходит каждый месяц, приходит, никогда не приходит в воскресенье, она приходит отдельно, раз в неделю, в четверг. Не во время литургии она приходит, чтобы причаститься. Она никогда не, ну вот последние годы никогда не, плачем, конечно, об этом говорить, она не бывает в евхаристическом собрании, потому что у нее больной муж. Вот, которого ставить она вообще, в принципе, не может. Она оставляет его там, это очень сложная процедура, чтобы на полтора часа сбежать в храм вот именно один раз в месяц и причаститься самой, ну вот так скажем, не на литургии, а просто запасными дарами. Но она воспринимает, хотя она очень хочет в храм, это не какая-нибудь там отмазка, это именно, она воспринимает свое служение мужу, больного мужа, именно как служение. Это как случаев великое множество. Причем это великое множество касается не только, скажем, тех реальных ситуаций, с которыми каждый священник сталкивается в повседневной жизни. Что человек просто сосвидетельствует о том, что он, ну не может он уделять общине столько времени, сколько бы, допустим, от него требовалось и хотелось. Может быть, вообще не может уделять, потому что само его присутствие в церкви, оно проблематично. Приходится урывать и вырывать это, вымаливать себе эту возможность, если муж или дети, или родители, вот, или работа просто элементарно может с этим не совпадать. Но ведь мы знаем множество святых, которые как-то ведь жили со Христом, стяжали благодать Святого Духа, вот, не, скажем, находясь в церкви, но не исполняя, естественно, причащаясь, но не исполняя определенных функций в рамке той или иной общины. И я знаю, скажем, поскольку вот эти проблемы стал сдавать еще, вот, ну, первый раз осознал эту проблему в 99-м году, нет, даже, пожалуй, раньше еще, в 97-м году, когда вот возник конфликт, свидетелем которому я был, когда человек со слезами говорил на глазах, что он не может сделать то, что у него требуется. И это было очевидно, что он не может, потому что его никак не хотели понять, что у него есть объективные условия, которые не дают ему возможности принять участие в общей, скажем, общинном мероприятии. Для него это было больно, но еще больнее для него было то, что его никто не хотел понять, его никто не хотел услышать. Но ведь на самом деле, если мы берем организационные формы, при которых образуется община, то это неизбежно. Ведь организация – это именно такой формат человеческих отношений, которые есть некие, скажем так, обязанности, есть некая взаимосвязь, взаимозависимость этих разных обязанностей, которые вот обеспечивают некий коллектив, которым все люди должны исполнять определенный круг обязанностей внутри этого мероприятия. Вот, и скажем, если это любой трудовой коллектив, в котором есть определенные обязанности, когда там человек, представитель этого коллектива говорит, что у меня, извините, маму надо везти в больницу, коллектив говорит, ну да, конечно, мы тебе отдаем возможность, но надо как-то потом отработать, но ты не можешь бесконечно, ты не можешь пять лет ухаживать за мамой, тебе перестанут платить зарплату, и ты уже не член нашего коллектива. В коллективе это невозможно, никто не пойдет тебе так долго навстречу, а как это невозможно вообще? То есть главный вызов, или один из главных, сейчас у нас еще вызов будет гораздо больше в связи с современными проблемами, но вот один из, на мой взгляд, важнейших вызов, это то, что мы именно используем только организационные формы. Мы не хотим, не можем, не умеем принять иные формы, кроме организационных. Мы именно организуем общину. Но посмотрите, скажем, вот первая община. Вот вышел апостол Петр с проповедью. Дух прилагал спасаемых к церкви. Они прилагались, они ходили вместе молились, они вместе что-то делали. Вот, никто не заставлял их давать, продавать землю и вкладывать в общину. Это было действие Духа в христианах. Никто не заставлял их идти на проповедь туда-то и туда-то. Это было свободное действие Духа в христианах. И пока мы читаем книгу «Деяния истых апостолов», мы не видим ни одной организационной формы. Апостол Павел находится в Коринфе ровно столько, сколько требует Дух. Он находится в эфесе другое время, ровно столько, сколько требует Дух. В одном городе он пребывает неделю, в другом – полтора года, в третьем – три года. Это определяется не возможностью организации, а так угодно Богу. И вот на самом деле община – это ведь не просто некая сложившаяся организация, которая организована. Тогда чем мы отличаемся, по сути дела, от любой другой организации? Ведь и вступая, скажем, в каких-нибудь партию пионеров, мы тоже приносили присягу, мы тоже давали какие-то обязательства. У нас тоже были свои обязанности, не права, а именно обязанности. Мы обязаны были то, и то, и то ходить туда, платить это, делать то. Вот просто, скажем, это была организация партии, это организация во имя Христа. Но это организация. Неужели разница только в том, что мы организуемся во имя другой цели, во имя другой идеи. Но если это только идея другая, тогда понятно, никаких других, кроме организационных форм быть и не может. Но если это по существу жизнь другая, тогда организационные формы уместны, я много раз об этом говорил, неизбежны. Мы люди, и нам необходимо как-то организовываться, без организационных усилий невозможно жить в обществе людей. Но они не должны быть главными и не должны превалировать, потому что община – это главная цель общины, это созидание самого себя в любви. Если служение отделяется от любви, то это уже не служение Христу. Это другое совсем. Я могу заставить человека и сказать, твой долг – исполнить это служение. Скажем, грубо говоря, подметать пол. Ну, ты больше ничего не можешь, петь ты не можешь, иконы писать не можешь, врача из тебя не получилось, учителя тоже, в священнике ты не уродился, на кассу 15 человек нам не надо. Вот поэтому давай ты будешь подметать пол. Ну, говорит, ну ладно. Начинает подметать пол. Или мыть его. И через какое-то время приходит, говорит, я не могу. Все мое рушится. Я постоянно ропщу, я постоянно там что-то делаю. Мне не нравится это служение, я не хочу. Мы говорим, ну как это? Ты же пришел в церковь, ты должен смиряться. Твой долг – смиряться. Ты не должна отречься от своей воли, от своих желаний, от своего хотения, делать то, что тебе говорю. Кто? Кто говорит? Я говорю. А кто я такой? Я человек. Почему это я говорю? Я глава общины? Нет. Глава общины – Христос. То, что говорит Христос, ты должна делать. Тогда, если ты будешь делать то, что тебе говорит Христос, ты получишь благодать. Ты получишь мир. Твоя душа будет меняться по действиям благодатных энергий нашего Бога. Ты будешь возрастать в любви и возрастать во Христе. Но только в том случае, если ты исполняешь Его волю, а не мою собственную. Или ничего еще другой. Вот поэтому… А никто не спрашивает. Мы распределяем функции. Мы, по сути дела, используя только организационные формы, мы фактически превращаем человека в функцию. Он должен что-то делать. А если не делает? А если он просто человек? Он просто ничего не умеет делать, то сидит дома и молится за всех. Есть в Патерике такая история, когда дано послушание было трем монахам идти на поле. Два работали, один лежал. Ну, заболел и лежал. Вот. А когда пришли они с деланного задания, игумен похвалил всех. Потому что двое работали, один за них молился. Чтобы действительно Бог помог этим двум сделать то, что должны были и могли сделать только три человека. Вот надо… Любовь предполагает внимание к внутреннему миру человека. Внимание – это касается не только, скажем, управления его жизнью, не только, скажем, распределения той или иной задачи, важной для прихода, а определения того, что Бог хочет от этого человека, того пути, на котором будет созидаться его душа во Христе. Этот путь может быть пение в хоре, а может быть молчание, хотя он вообще-то певец. Но для души ему полезнее молчать и слушать, как поют мычат другие, а не петь. Потому что если он будет петь, он будет возноситься, и душа его погибнет, да, нам удобно использовать его функцию, но душа-то его гибнет, а нам не до этого дела, потому что нам нужен его голос, а не его душа. Христос, ой, апостол Павел всегда говорил, я ищу не вашего, я ищу вас. Мне не важно, что вы можете сделать для меня или для церкви. Не важно, что церковь может сделать для вас. Мы подменяем незаметно это понятие. Вот мне понравилось там у отца Игоря замечательный слайд был, просто вот замечательный. Богослужение – это когда Бог нам служит. И ноги-то умывали не они Христу, а Христос им. И поэтому на самом-то деле вся церковь – это первую очередь служение нам, Бога. А потом я, как священник, должен послужить. Апостол Павел служил всем, он так и говорит, «Все, кто были со мной, я им служил». И мое служение, как священника, в том, чтобы узнать, что для этого человека определил Бог. Если я пастырь, если действительно пастырь, священник, то мне дано эта возможность в молитве, в беседах, в чтении. Ну, надо понять, что хочет Бог от этого человека. Не я хочу, Бог хочет. Если он хочет, чтобы он пел, значит, надо побудить его петь, хотя, быть может, он этого не хочет. Уговорить, убедить, может быть, научить его. А этот человек умеет петь, но ему не полезно. Он разрушает свою душу, разрушает клирос, и я должен запретить ему петь. Или, например, человек, который, может быть, экономист высочайшего уровня, я говорю, «Ты не будешь бухгалтером, потому что ты не можешь, ты не понимаешь специфики именно этого служения. Тебе лучше смириться, постоять, понять, смириться, потому что пока ты не смиришься, у тебя ничего не получится». Важно созидание, ведь церковь – это созидание души человеческой, души, в первую очередь, ее возрастания во Христе. И я, как пастырь, отвечаю в том смысле за людей, чтобы каждый из них встретил Христа, пережил встречу со Христом, чтобы он исполнил, что познал и исполнил, что есть воля Божья. И исполнил бы ее. И вот возможность, конечно, скажем, это трудно. Никто не говорит, что это легко, потому что здесь необходимо отказаться от той, скажем, от того, что я умею делать. И посвятить это Богу, сказать, Господи, это Твое стадо, это Твои люди. Собери их, как Тебе нужно. Сделай с ними то, что Ты хочешь. Поучи их быть Твоими детьми. Ведь об этом мы ходатайствуем на ритургии. И правильно, там тоже слайд был у отца Игоря о том, что вот это, как мы говорим в ритургии, от Твоих Тебе приносящие всех изо всех. То есть, это, в первую очередь, Твое стадо. Это люди Твои, Ты их собрал здесь. Ты научи их всех творить волю Твою. И вот это принципиальная вещь, потому что, пока мы не научимся минимизировать организационные усилия, мы не сможем создавать христианские общины. Мы создадим приходы, да, приходы мы создадим. Действительно, потому что, когда хорошо организована работа на приходе, я еще раз повторю, хорошо организована, это очень жизнеспособная ячейка общества и церкви, потому что они организованы. А если организаторы? Нет. А если их всех, скажем, просто разбросали по всем концам земли, ну, священника забрали, ладно, это еще может, там, какой-то старший это дело организовывать. А когда каждый сам по себе, сей сатана просил вас, чтобы сеял как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера Твоя. Христос не организует апостолов, он молится за них и уходит слишком рано, они еще ничего не поняли, они не понимают даже, главное, почему он уходит. Но когда приходит Дух Святой, им не нужен организатор. Они дышат этим новым Духом, новой жизнью, и этот Дух дает другим. И в этом смысле как раз очень важно научиться нам, как людям веры, как людям церкви, всегда первенствующее место отдавать Христу. Это Его община, а не моя. это Он организатор, а не я. Я всего лишь исполнитель Его воли, и так же, как и все члены общины, я ищу, Господи, что Ты хочешь от меня, что Ты хочешь, чтобы я сказал, что бы я сделал, чему бы я научился, что бы я исполнил. И когда каждый член общины будет молитвенно, в первую очередь, молитвенно, с верой и молитвой, переживать свое место в церкви и искать главного, что созидает меня в любви, а значит, что созидает меня в смирении, какова воля Божия, что я должен делать. И если, например, человек ухаживает за своей мамой, он не потерялся как член общины. Мы помним и знаем его, и мы ходим причащать его или его маму, мы общаемся с ним по телефону, община его не видит. Но он член общины, он наш человек. Просто сейчас Бог велит ему творить другое дело. Мы должны это понимать. Но в том-то и дело, что часто за организацией деятельности мы забываем суть, мы как бы выбрасываем ребенка, что главное это созидание самого себя в любви. Церковь это ее первейшее значение. И там, где нет любви, там, где нет понимания, осознания того, что человек делает, может быть, не то, что мы бы от него хотели, но то, что от него хочет Бог, там церковь вот она портится, потому что любви нет. Она вроде бы слаженный механизм, но Бог-то смотрит на сердце. В мире было очень много слаженных механизмов, очень замечательных организаций. Например, в этом году опять-таки по просьбе отца Игоря читал лекции в этом, ну вот на кафедре у него и выпал такой предмет неожиданно, я его не занимался и не читал, поэтому где-то лет, наверное, 25 не сталкивался с этим предметом, очень благодарен, что снова столкнулся и прочитал про такую секту, она была в средние века, очень болезненно и очень большой вред оказала на Западную Европу, это секта катаров, вот, ну я когда читал про нее, для меня это просто была некая секта из множества других сект, а когда сейчас почитал, уже вот имея определенный опыт, том числе опыт жизни священника, я был просто потрясен, это идеальная община, идеальная, совершенно безукоризненный пастырь, совершенно с отлаженной механизм, абсолютная поддержка друг друга, совершен так, как вначале там говорили про этих буддистов, вот, примут, живым не выпустят, конечно, но когда примут, будут заботиться, помогать, лелеять, вот, абсолютно верные, преданные своей идее люди на костры, на муки шли с улыбкой, но это секта, причем, вот, там есть факты, которые доказывают, нет, не просто она секта, потому что не нравилась католическому папу, она объективна, секта, они не верили в божественность Христа, например, и много чего другого, в мире много было потрясающих организаций, которые оставили такой след своей слаженности, своей, как бы сказать, вот, трудом, своей молитвой, но Богу они не угодны, вот даже, скажем, наша история, нагремевшая, тоже, ведь плоды деятельности воспарительницы хлебов, были огромные, а в итоге плод, смерть, духовная смерть многих и многих, ну, может, даже тысяч людей, хотя поначалу все казалось славно, работает, и чисто, и свято, а не было любви, не было смирения, была имитация любви, а любви не было, потому что никто не спрашивал Бога о том, что ты хочешь, один человек решал эту проблему, и он определял ни в молитве, ни в покаянии, ни в смирении, ни в уповании, и отсюда вторая проблема и второй вызов, с которым столкнулась церковь последние два-три года и множество нашумевших дел, и много запрещенных священников, это вот как раз она вытекает из этих организационных форм, потому что это роль духовника в общине. Вот, к сожалению, в общине роль духовника сейчас, она, ну, скажем так, рисуется, как ключевая вот это вот духовный чадо, духовный сын, духовная дочь, мой духовник, не мой духовник, я пойду к моему духовнику, ты неправильный духовник. Это же такая неправильность в церкви. Вот, на самом деле мы много ссылаемся на опыт даже, ну, вот, древних общин, там, скажем, монашеских общин, общин, которые возникли, как вспоминали здесь Серафимыч Чагова, в начале двадцатого века, в годы революции, тоже возникло немало общин, но постепенно все это привело к тому, то есть, сначала этого не было, община собиралась вокруг Христа, а постепенно все привело к тому, что духовник стал неким обязательным элементом этой общины. на самом деле не так должно быть. Любой священник, любой духовник, он только детоводитель ко Христу, он не руководит жизнью человека, потому что там, где есть руководство жизнью человека, там есть власть, а на самом деле этой властью руководить нету у священника. Такая власть есть у епископа, у священника нет ни дара, ни власти руководить. А это, скажем, каноническое несовременно. Очень много об этом пишет помянутый протерей Николай Афанасьев, вот у него много там есть моментов и экклезиология вступления к Лире, церковь Духа Святаго, он подчеркивает в том, что власть управления церковью, а стало быть руководство жизни людей, оно есть только у епископа, у священника нет, беря на себя эту руководящую роль, он, естественно, как руководитель считает себя вправе принимать решения, которые, как он считает, обязательно для исполнения. Если человек смущается этими решениями, если они вызывают у него недоумение, если он не согласен с ними, мы говорим, это не послушание. И вся ситуация церковная искажается, либо такой духовник, немало их было у нас, от Чихачева до как оно там в Татарстане, где этот молитв, Булгар, город. Все кругом, люди, они брали на себя слишком, священники брали на себя ту функцию, ту роль, которая им не принадлежит. Они требовали послушания себе, не будучи на самом деле действительно имеющие право на это послушать. и община не получалась. Или она получалась под конкретного руководителя, или она не получалась вообще. На самом деле человек, пастырь, это не руководитель. Он не управляет статом, он ведет его на пастбище, а кто слышит голос, идет, идет за ним. На самом деле подлинный пастырь, это тот, который не кричит на овцу, не требует от нее послушания, ибо овца сама идет. Но если овца заблудилась, он не прогоняет ее, не отшвыривает, не запрещает ей приходить, появляться, причащаться. Он находит ее там, где она попала, спускается к ней, лечит ее, перевязывает ей раны, уговаривает вернуться. Но такие образы, такие притчи мы слышим в Евангелии. В том-то и дело, что пастырь это пастух, который в органической связи со своим стадом. Это его жизнь, стадо это его жизнь. Это не его подопечный, не его подчиненный, это его жизнь. Он принимает роды у овцы, он перевязывает раненую овечку, он ее стрижет, он ее моет, он ее чистит, он ее кормит, он ее исцеляет, если она заболела, он ее ищет, если она заблудилась, он вырывает ее из пасти волков. Это община, где ты пастырь. А когда должность и функция пастыря заменена руководством, то есть я руководитель, а ты слушаешься, тогда искажается природа церкви. Вот это две проблемы, ну, то есть, конечно, это можно много брать, но на мой время тоже ограничено. На мой взгляд, это две важнейшие проблемы, две важнейшие сложности, которые, вот, если мы хотим создать общину во Христе, очень важно это учитывать и постоянно на это делать поправку. Спасибо. Отец Константин, мы благодарим вас за такое хорошее и от сердца прозвучавшее доклад, слово. Очень интересно. Действительно, все должно строиться на любви. Вне любви построить ничего невозможно, да? Как вот семья строится на духовном, телесном, духовном, душевном, простите, телесном уровне, так и община строится. И мы, пастыри, конечно, должны руководствовать именно этим подходом. Сначала духовное соединение в Духе Святом, а затем уже, как глава семьи бывает, детям раздает какие-то послушания, смотря к каждому, кто что может сделать из его способностей. Отец видит всегда, что может сделать его чадо в семье, допустим. Мы берем нашу, так и на приходе. Священник, наверное, должен, не наверное, а должен следить, смотреть, какие проявляются способности, как человек может реализовать себя или не может, а просто будет молиться и приходить, и то уже, слава Богу. Все должно строиться на любви, конечно. Тогда и организация будет уже, если это основа именно на любви, то и организация даст результаты свои. А если же без любви, действительно, это будет мертворожденный ребенок просто, который... Ну, это самый главный вопрос, самый сложный. Это вопрос уже пастерского служения, правда? Да. Благодарим вас еще раз за очень интересный доклад. Вот. И, братья и сестры, мы... Я приглашаю отца Петра Мажетова выступить с докладом. Отец Петр, вы у нас есть? Я просто не увидел. Отец Сергий Глинский, отец Петр подключался у нас, и я не увидел его в этом самом... Сейчас, секундочку. Нет, мы все договаривались, но мне тут не видно пока его. Ну, я тоже не вижу его, да. Ну, его, значит, нет сегодня. Ну, значит, мы батюшку пригласим тогда в следующий раз. В принципе, мы уже с вами сейчас по регламенту дело у нас идет к завершению. Сегодня воскресный день, тем более. Ну, и мы увидели, услышали сегодня, братья и сестры, с вами два замечательных докладок, которые, как я считаю, дополняют друг друга, дополняют друг друга. И здесь вот, как отец Игорь сказал, что вот надо было отцу Константину первому выступать, может быть, действительно. ну, как вот мне в программу подали, отец Сергий как предложил, так я вот и выстроил эту содержательную линию, но тем не менее, оба доклада, они друг друга дополняют. и поэтому самое главное услышанного сегодня, что и священники, и прихожане должны каждый для себя какую-то частичку этого взять и прилагать усилия в созидании приходской жизни через собственное служение, основанное на любви к Богу и на любви к ближнему. ну вот если есть ли вопросы у нас в комментариях у нас вопросов не появилось, поэтому вопросов нет, тогда, братья и сестры, предлагаю нашу конференцию на сегодня завершить, и мы еще тоже планируем с Сергеем разговаривали, может быть, у нас руководители отдела другие будут подключаться еще тоже к обсуждению других грани приходской жизни, а также и вот этой стороны, которую мы сегодня с вами затронули евхаристической общины, поэтому давайте поблагодарим еще раз наших спикеров и возблагодарим Господа Бога и завершим нашу работу. Господа Бога